Многие сразу же появляются вопросы первые, вполне естественно. А что ты взяла такая цифра? Просто многие выражают недоверие, недоумение. Говорят, а это как бы сейчас тысяч? Ну, как бы самое главное, самое основное доказательство это слой почвы, который был над ними с 1963 года. То есть над этой специальной площадкой, такой же лес, как и вокруг нас, рос. Ходили люди, собирали грибы, ягоды, не зная о Петербургах. И слой почвы отсюда убирали, снимали в течение 5 лет, 1963-1968 год в советское время. И по нему было видно, что он формировался, нарастал 5-6 тысячелетий. То есть слой пивка, глины, торфа, терна. Это самое наглядное подтверждение в возрасте. Понятное даже дилетанта. Ну, плюс другие способы датировок. Там около десятка. Ну и, конечно, такие все косвенные. По углям стоянок радиоуглеродной датировки еще в 70-е годы были проведены. Ну, там 29 датировок по разным стоянкам. Разброс дат от 3500 до 3600. Усереденная цифра около 6000. По технике сохранности изображений климат тогда был максимально подходящий по отложениям органики. Почти, встреченных скал, в полосах близлежащих. В общем, около десятка этих методов способов. И общая их сумма дает некий уверенный результат, что в Петрогрихов около 6000. Можете не сомневаться. И стали выкапывать именно здесь, копать в этом месте. Потому что до этого, гораздо раньше, два других скопления было обнаружено. И они под слоем почвы не были. С них река его смыла во время весенних разливов. Уже довольно давно, может несколько столетий назад. Местные жители о них тоже довольно давно знали. И подсказали ученым-этнографам, которые сюда приезжали. Первое скопление еще в 1926 году было найдено. Весовские сетки. Ну когда проезжали, может обратили внимание, там гидростанция. Потом штуки шлюзов водосбросов пять штук. И за ними там метров через пятьдесят буквально павильон в низине стоит. Вот он возведен над скалой, которая самая первая была найдена. Ага, там на первом этаже. Трехэтажный павильон. Небольшая скала, там площадь одиннадцать на четыре метра. И была раньше посередине течения реки Лук. К ней можно было попасть только на лодке. И вот в 1926 году сюда приехал студент, молодой Леневский. От Ленинградского института этнографии. У него двадцать два года всего было. Ну то есть приехал изучать быт поморов. Эквирование, традиции, обычаи. Тут как раз староверы, старообрядцы жили. И местные жители подсказали ему, что есть скала. Они называли ее чертовы следы. Тоже Ленинградский немного переименовал. И заменил название. Одесса в слитке. То скала. На ней что-то там выбито, то ли вырезано. И местный житель Федор Матросов даже на лодке вот сюда отвез. Потом аналогично. Старая Залавруга. Там участок скалы. Самый дальний. В тридцать шестом году была найдена. Через десять лет. Тоже местный житель. Уже другому ученому равдоника подсказал. На лодке отвез. Ну и потом уже в шестьдесят третьем году. Саватеев. Известный карельский ученый археолог. Он кстати сейчас жив ему восемьдесят семь лет. Он естественно отдел отошел. Не занимается археологией. Он тогда был молодой амбициозный. Он предположил, что между двух этих скоплений. В интервале между ними километра два. Высока вероятность что-то еще найти. Приехал с экспедиции археологической. Человек пятнадцати было. В основном студенты. И стали целенаправленно копать, искать. Такие длинные ямы. Разведать четыре шурфы. Именно с целью поиска Петрогриха. Основной профиль работ у них был в поиске стоянок. Заявленный профиль работ. Заодно и Петрогриху искали. И вот эти усилия увенчались успехом. Первые два изображения, где раздвоенные березы. Потом покажу первые лось флотка. 5 сентября в шестьдесят третьем году были наделы. И я тут зашел открытку. Самое массовое открытие было в шестьдесят третьем, почти восьмином году. Больше всего их именно откопали. Около двух тысяч отдельных изображений. И они в отличной сохранности. Слой почвы их законсервировал. Поэтому они, особенно здесь в центре, где толщина стоя была наибольшая, лучше всего законсервировались. Поэтому они вот здесь вот почти в таком виде, такие они и были шесть тысяч лет назад. Самый частый сюжет здесь. Это гарпунная охота на кита. Более девяносто раз она изображена в разных видах. Ну вот одна из них как раз перед нами. Кит. Он похож на рыбку. От него тянутся гарпунные ремни к лодкам, которые находятся вокруг него. Одна, вторая, третья. Вот так схематично там. И ремень тянется от людей, которые столбиками обозначены в грудках. Тоже довольно схематичный. То есть как бы вид сверху, проекция сверху. Чаще всего именно в такой стилистике гарпунная охота изображена. То есть без привязки в каким-либо направлении. Любого ракуса можно рассматривать. На втором месте тут охота на других животных. Лосей, оленей, птиц, медведей. Тоже как раз вот рядом такой сюжетец. Охота с копьем на лесное животное. Полупресекший человек. Пронзает копьем. Задняя часть животного. Голова, лупа, ноги. Ну что за животное трудно понять. Лос, олень, медведь. Ну и на третьем месте сцены враждебных столкновений. Убитые, раненые, стреляющие, падающие. Они в основном там вот эти площадки. Покажу. То есть вот таких три вида сюжетов. Чего-то прям такого мистического, загадочного, мало понятного. Есть, конечно. Таков прям много. Как допустим на Онежских метров. Самая большая часть именно вот такие непонятные, загадочные, доброченные. А у нас такое все готовое. Ну люди часто спрашивают. Есть у вас вот такие обычные. Голодок, ветер. Какие-то бумажные животные. Действительные. Приходят за чем-то. Что-то там было. Довольно. Часто еще спрашивают. Чем вы делали? По самой структуре не сложно догадаться. Что делали? Это заостренным камнем. То есть ставили острый камень по скалу. По нему сверху били более тяжелым предметом. Возникала выемка. Потом еще выемка. Еще и еще они сливались. И получалось такое шероховатое ямочное изображение. Углубленное в скалу на 2-3 миллиметра. Поэтому лучше всего их, конечно, при косом освещении видно. Когда солнце встает, садится. Боковые грани изображения кень отбрасывает. То есть утром, вечером. Ясная солнечная погода. Идеальное время для ослабления. Через 2 часа после восхода. Солнце пока на деревне подстает. Так что только недельное время. Сначала контуры выбивали. Более острым камнем. Потом середина более такой. Контур такой. Край изображения всегда более ровный. Попадались иногда вот такие незавершенные изображения. Пес начал выбивать. Контуры выбил. Что-то там его отвлекло. И осталась водка. Недовыбитая. Часто свои версии у туристов. Позвала жена обедать. Забыл уже вернуться. Медведь прибежал. Просто ушел, устал и наел. Все изображения в одной стилистике. Поэтому легко их опознавать. Люди вот такие все полупресекшие. Профиль с одной ногой. Типичный он есть. Нога полосогнута. Рука полосогнута. Заток плянчен. Живот выпеченный. Нарикатурно выпеченный. Там дальше вы видите. Все вот такие лодки. Едущие на лыжах. Стреляющие из луков. Пронзающие копья у кого-нибудь. Все в одной стилистике. Вот фаз. Тут всего несколько изображений. Лодки тоже все единообразные. Носовая часть. В виде головы лося. Их тут в логу там везде. Носовая часть. Длинный киль. И сзади кормовой выступ. Один или два. Это лодка контурная. Недовыбитая. Птицы тоже все с ногой. Нога. Сылующая шея. Голова. То есть у них какой-то единый канон. Единый стандарт. Изобразительного искусства. Был. Которого они продерживались. Несколько столетий. Считается минимум лет пятьсот. Убивали. Скажу на сухом русле. Полторы тысячи изображений. Внутри павильона. Около трехсот. Здесь две тысячи. То есть довольно много. Довольно большое время это все заняло. И видно, что несколько столетий выбивались. Друг на друга попадаются наложены. Ну и с пакетами эрозий. По стоянкам. Я уже говорил. Минимум лет пятьсот. То есть максимум. Больше тысячи. Вообще интервал, в котором они могли жить. Убивать петроглиф относительно небольшой. Потому что, скажем, семь. Восемь тысяч лет назад здесь было слишком холодно. После ледниковый, так называемый, приборянный период. Две-три тысячи лет было холодно. А потом четыре тысячи лет назад. Четыре-пять. Начался период дестабильности климата. Холодные периоды сменялись с теплыми, с жаркими. Ну и люди пять тысяч лет назад отсюда сюда пошли. Жили, творили они здесь. Этот интервал от семьи до пяти тысяч лет назад. Петроглиф он делал. Петроглиф он делал. Это типичное. По-частью. Тормовую. Человек, в стоянкам показана рука. Из руки тянется гарпунный ремень. То есть кит он был. Ремень размотался на всю длину. Вот он кит. Догнали четыре других лапки. И добили. С них еще гарпунные ремни тянутся. Ну или, может, подкараулили. Кто-то знал, куда приплывет. Если уж кит. Самый частный объект охоты. Наверняка уж по ваку не знаю. И считается, что во всех сюжетах изображена охота на небольшого кита-белуху. Дело в том, что другие в белом море не водятся. Глубина небольшая у нашего моря. В метрах пятьдесят. И большим китам не очень комфортно. Китики брюхом под ног плавают. А белухам в самый раз. Они больше напоминают дельфинов. Часто даже называют полярный дельфин. Обычно по весне заплывают от пятисот до двух тысяч. Через пролив соединяющий Баренцево море с белом. И осенью покидают море. В древнее время, наверное, так же и было. Тоже заплывали. Может даже побольше их было. Поскольку было теплее. Площадь белого моря была больше. Соответственно, горкунили. Плавали в море. Лыжник. Перседующий лося. Может не видно. Можно подойти. Нормально. Лыжник. На лыжи. Лыжная палка. На канцелеках ширины. Борода. Они все естественно с бородами. В орудиях все есть камни. Камнем особо не набречься. Преследует лося. Раненого стрелой в задней части. То есть может быть вас подраненный. Поэтому была возможность загнать его. Вот такой же под углом катомушного лыжника. Опять лося. Раненого стрелой в спину. Преследует до лучника. Стреляет из лука птицу, которая перед ним расположена. Как обычно шапка. Тут можно обратить внимание. Все мужчины. Птица. Стрела торчит. С ногой как обычно. Тут тоже лучник. Но птица пораженная стрелой. Почему-то сзади него. Причем большая. С ногой. Стрела из нее торчит. Причем большая. С размером с него. Тут даже иногда спрашивают. Может тиродактив за него гонится. Здесь часто такая диспропорция. Показаны. Животные большие. Люди маленькие. Или наоборот. Судя по всему. К точной передаче информации. А это же не просто рисование. Это еще какие-то ритуалы? Да. Одна из версий. Ритуально. Мистически-религиозно. Может здесь было святилище. Производились какие-то обряды. Инициация. Просвящение. Богослужение. Соответственно Петрогрисов. Какая-то идеология. Мифология. Деяние духа. Богов. Богослужение. То есть нечто абстрактно. Отвлеченное на завышение. Есть и другие версии. Информационные. То есть здесь некая информация. Необходимая для выживания. Школа. Обучения. Обучающая функция для молодежи. Приходил охотник. Втонутый годами. Убеленный сединами. И рассказывал молодежи, как правильно охотится. Рассказать, что там. Одно ухо влетело. Другое вылетело. Как дают пощупать. Посмотреть. То есть информация в мозг по трем каналам. Попадает активный. Центрительный слуховой. И лучше закрепляется. Ну может здесь охотничий уголовный кодекс. Что нельзя. Что можно. Показывает там правила поведения. Регламентирующие жизнь. Но охотник в быту. Вполне могла бы такая информация. Ну и третья версия. Самая популярная. У большинства исследователей. Летописная. Или бытовая. То есть просто изображены. Наиболее важные события из жизни премии. Какая-нибудь там удачная охота. Или еще какие-то события. Знаковые. Важные для них. Ну то есть. Может были некие условные обозначения. Легко понятные всем людям того времени. Шесть тысяч лет назад. Приходил человек сюда. Смотрел. Сразу с клеца. Урка. Все понятно. Что там мой знакомый. Там в прошлом. В той части моря. А то мы сейчас гадаем. Не понимаем. Ну и остальное тут отдельные лодки. Большая часть изображений здесь это лодки. Около тридцати процентов. То есть из двух тысяч отдельных изображений. Тут их не менее четырехсот. Ну только здесь их примерно два десятка. Побольше. Меньше лодка. Квадратная какая-то непонятная. Совсем маленькие. С людьми. Столбиками люди показаны. И здесь тоже. Людьми столбиками. Ааа. За лодку со столбиками еще. А то все. Похематично. Поэтому люди столбиками. Как бы на твердой скале особо не разгуляешься. Убивать анатомические подробности все. Измежно была тяга схематизации. Украшений. Ну и так часто лодки убиты. По представению дюйти. А тогда обводенность территории была гораздо выше чем сейчас. Ну все что сейчас болото наверное половина территории Беломорского района. Болота. Сейчас уже значительная часть осушена. В 60-е годы. Очень большой. Я работаю. Олеарационные были. До 30-х. Тут вообще замолоченный край был. Вот все эти болота тогда были озерами. То есть вот ледник растаял. Примерно 10 тысяч лет назад. Все понижения рельефа заполнены сталой ледниковой водой. То есть возникло огромное количество озер. И как раз вот 6 тысяч лет назад. Когда люди стали заселять эти места. Произошло потепление. Начался так называемый Атлантический период. И вот началось именно тогда активное формирование болот. Ну в ту пору они только еще начали формироваться. То есть люди фактически на островах жили. И все перемещения, перевозки, путешествий были исключительно на лодках. Самое главное транспортное средство было. Ну и поэтому, кстати, они селились везде. Только по берегам. Озер, рек, морей. Самое перспективное место поиска стоянка. Доль берега любой реки. И, соответственно, петроглифы. Петроглифы чаще всего изображены. Самый главный предмет в их жизни. Вот часто еще спрашивают, что за борозды. Это следы движения ледника. Типичные ледниковые шрамы. Они по всей территории Карелии в одном направлении ориентированы. Как правило, с севера на юг. Тут же довольно мощное леденение было. В период от 40 до 10 тысяч лет назад. Предполагается, что даже в толщину до 2 километров. Ну легко посчитать. Кубометр льда весит 960 кг. Множить на 2000. Здесь огромная масса добила все эти скальные выступы. Все это там еще внутри ледника. Это гигантские жернова перетиралось. И всей этой обломочной рыхлой массой бороздил ледник. Поверхность, по которой двигался. И потом, когда растаял, все, что внутри него содержалось, осело. Эти все валуны, они, естественно, ледникового происхождения. Следов присутствия ледника много в Карелии. Где-то вообще целые насыпи из маренного материала. То, что в леднике содержалось осело, образовалось в маренном. Перемешанный материал. Камни, глины, песок. Весь ландшафт в Карелии формирован исключительно оледенениями. На наших широтах время оледенения, периодов между ними, примерно равно. Поэтому, тут когда-то вообще были горы. Ледники, идущие с полюса, один за другим стесали Карелиды. Если загуглите информацию, там довольно много выползов о Карелиды. Это отдельная тема, довольно интересная. Пойдемте сюда. Здесь охота с лодки на птиц. Это даже такой, своеобразный бренд нашего музея. Логотип их лодка. Правда, без птиц. Лодка. В ней стоит человек. На голове три пера. В руке лук. Тут тоже, конечно, присмотреться. Вот все увидели. Человек. Голова. Перея на голове. В руке лук. Перед ним на воде сидят 15 птиц. И все поражены стрелами. Из каждой птички, если присмотреться, видно торчат стрелы. Кроме одной вот этой. Причем, шеями они вниз. Считается, что перевернутые по отношению к основной части композиции обозначают у них убитых. Ну, вообще, смерть. Такое значит, птицы убитые. Рядом еще человек. Тоже у него на голове три пера. В руке палка. Вот здесь наиболее вероятная шпробка этого сюжета такого. Скорее всего, это гуси. Дело происходило осенью, когда у него была линька махов. Здесь не могли летать. Где-то в кустах они сгрудились, наверное. Их оттуда выгнал человек. Бил вот этой палкой по кустам. Кричал. Они испугались. Выбежали из кустов. Плюхнулись на воду. Тут уже поджидал человека лодкой, который всех перестрелял. То есть такая вот скоординированная охота двоих людей на водоплавающих птиц. Ну, наиболее вероятно. Чтоб не поняли превратно. Излагаю наиболее вероятные трактовки самых авторитетных археологов. Которые много десятилетий исследований этого места занимаются. Ну, собственно, всего четыре есть. Леневский, первооткрыватель. Правда, не Касс. Тот, который в 1936 году открыл довольно много изображений. Соматеев. По-другому, что там вообще больше всего копали здесь. Ну, и Лобанова. Она сейчас действующая. И, правда, уже довольно много лет. Семьдесят. Здесь не часто бывают. Тоже вот всех слов. Как бы я рассказал. Какая-то моя отсередина. Изображения они везде на выступах скал. Там, тут, в центре. Я уж все-таки не буду показывать. Потому что экскурсия на три часа протянется. Вот здесь так идешь, идешь. По скале смотришь лодку. Снова лодка. Опять лодка. Снова лодка. Ну, везде вот лодки. В общем, одни лодки и лось в их окружении. Ну, скорее всего, лось. Главный отличительный признак лося от оленя. На петроглифах. Это бородка наше. И считается, если лось, бородка есть. Если ее нету, значит, олень. Причем лодки некоторые пустые. Столбиками люди не обозначили. Сказал ему, зачем пустые-то убивать. Возвлеченный в этом подсчете. Возвлеченный в строге начальника. Возвлеченный в строгой отчетности. Сделал лодку. Может, обратили внимание, это такой более светлый участок скалы. Это из-за того, что вычищен спиртом. Вот бело-розовый, естественно, цвет скалы. Она такой вся была, когда выкопали к 68-му году. Все, что видите, черный, серый цвет. Это накипные лишайники. И вот они производят наибольшую разрушительную работу. Ну, наверное, знаете, лишайник это симпиоз. Грибы, водоросли. Вот эти длинные нити. Сказал, эти гифы. Они проникают глубоко в структуру гранита. Ну, гранит хоть и твердый, сявный, фористый. И там выделяют слабые органические кислоты. И постепенно вернуть слой из скалы. Так, где у нас лишайников. И становится кашанатом. Соответственно, это трогает холодно. Ну, здесь условия для их роста благоприятные. Кругом лес. Тень. Сырость. Лес, он же дает гораздо больше испарений, чем водная поверхность. Влажность в лесу гораздо выше, чем в море. Не странно. Соответственно, лишайников для них. Условия для роста идеальны. А тогда, 6 тысяч лет назад, ну, так что море было совсем рядом. В метрах в трехстах. Максимум в пятистах. То есть, идет поднятие. Здесь посчитать. Я говорил, что это мощный метр. Масса и массы. Давил на земную корову. Морок уже на Монте. И потом, когда исчез рудник. Эта масса исчезла. Стало возникать обратное, как и стационное поднятие. Ну, или изостатическое, очень важно. То есть, суша подымается. Море отступает. С каждым тысячелетним все дальше. Сейчас он где-то в 6-7 километрах от нас. А тогда совсем рядом. Его шум был отсюда слышен, с петрогольфов. Здесь ландшафт был совершенно другим. То есть, влажность была другой. Тип растительности тоже был другим. Ну, я уже говорил, болот почти не было. Ну, и сами деревья тоже преобладали другие. Дуб, вяз, ольха, клен, орехник росли. Ну, и в целом, климат был, как в Подмосковье. На 2-3 градуса теплее, чем сейчас. То есть, условия для жизни были близкие к идеальному. Сейчас-то хорошо, тогда еще лучше было. Ну, и жило тут по разным оценкам. От 200 до 600 людей. То есть, относительно немного. Ландшафт их легко мог прокормить. Ну, хотя все равно они почему-то воевали. Судя по сюжетам. Я уже говорил, перейти по частности сюжет. Битые, раненые, стреляющие, падающие. Непонятно, что они могли поделить. Ближайшее племя жило в 400 километрах на Онеге, где тоже петрогрифы. То есть, охотничья территория огромная. Все равно воевали. Считается, что даже место для проживания здесь они выбрали совершенно не случайно. Дело в том, что здесь центр дельты Нижнего Выга. Ну, река Выг, как и любая крупная река, перед падением любого крупного подъема, распадается на множество рукавов, образует дельту. И вот они посередине этой дельты жили. То есть, со всех сторон, окружены мощными, бурными протоками. Тут вот раньше была бурная, мощная протока. Не такой, как сейчас, жалкий ручей. Очень большие преобразования ландшафта произвели. С 30-х по 60-х. Сначала Беломорканал делали. Эти все протоки здесь, там вот через которые шли по мосту, они стали частью Беломорканала, обменили, высохли. Потом в 50-е годы литростанции три штуки в районе делают. Естественно, еще большую регулировку течения произвели дамбы, водоспуски. Ну и потом еще в 60-е годы мелиорация. Очень огромные вообще работы мелиорационные были выполнены вообще в Карелии. Если посмотрите на любой более-менее населенный участок лесной Карелии на гугл-карте видна такая сеть эти мелиорационные каналы. До сих пор они еще не доросли. С 60-х годов захоронились. Площадь болотная раза в два уменьшилась, в крайней мере Беломорском районе. Но в принципе это полезно сделать, болотные элементы. Поехали, да? Поехали, да? Поехали, да? Посещали, высветляли. Уже опять стало решение, как зарастать. Вот тут небольшая группа. 18-я. Вообще их нумерация в порядке 21-го. 19-го. 18-го. Человечек чаще всего называют Белый Шаман. Эскурсоводы. То есть обычно сюда подводят. Это Белый Шаман. Положите левую ладонь ему на живот. Потрите его. Загадайте желание. Он непременно сбудется. Ну как и в любом посещаемом месте они должны какие-то свои такие туристические фишки появлялись. У нас в городе почти голубого. Здесь ростов. Вот видите, вокруг него, видите, такая чернота. Это именно от рук людей, страждущих исполнения жирами. Для сезона это довольно много. Проходим 1015. Я покажу. Здесь жировой отпечаток откладывается. Но приходится оттирать в конце сезона, когда никого нет. С чистящими средствами. Таким образом, еще что-нибудь. То есть в зрелище такое довольно странное. Такие потоки пены. Туристы приходят недоумение. Стирка что-ли идет. Приходится объяснять, что тут только как мы бываем таким способом. Ну, необычный Ванфас. На отдалении от всех. И рядом еще маленькие лодочки. Самые мелкие на Залавруге. Вообще микроскопические. То есть, может быть, таким способом показывали его масштаб. И отверстия, что при помощи размеров показывали значимость объекта. То есть, чем больше по отношению к тем, что рядом. То есть, тем больше места вывезли. Ну, уж какой-то значимый персонаж. Ну, видите, сразу лягушонка, конечно. Ну, в первых изданиях археологица Салатеева. Конечно, речи не про какого белого шамана. Просто пляж человечек тире лягушонок. Ну, лягушонок как-то не солидно. Последние лет двадцать. Как правило, белым шаманом называют. Ну, белые, потому что руки кверху, к небу. Вот, якобы, к добру, к света, к счастью. Ну, и рядом вот выбоины тоже рукотворные. Тут тоже масса версий. В разные стороны миры кидает. Творец. Матерь богов. Сеятель. Что-то там сеет. Звездочет. Звездочетающий. Роженица в позе родов. Шаманящий. В версии, в принципе, можно тут коллекционировать. Ну, пойдемте сюда. Сюда вставать на трещат. Две года назад трещатники довольно быстро прахнут. Недавно растут. В среднем хватается. Человек на лыжи проехался, оставив сдвойный след. подъехал к зверьку и из лука расстрелял его большим количеством стрел. Буквально нашпиговал, как булавочную подушку. Непонятно даже, зачем столько стрел. Если бы на этого несчастного зверька тут даже некоторые спрашивают, может он психанул, зверек слишком живучий, пожалуйста. Еще одна странность. Почему-то лыжня соединена за гарпунем ремнем с китом. С двух лодок за гарпунем третий ремень соединяется с лыжней. От нее еще к лодке отходят. Ну, то есть явные совмещения летние и зимние сцены охоты с лыжня, лодки. Это даже следы от лыжных патронов. Этот весел просто подрывался. Который требует куда водник в океанном, то есть сцены. Ну, то есть сцены, ну, то есть сцены. Это лодки с лыжной горкой. Эти китые тягицы. В сцены посел Недовубикой. Я уже посчитал. Достатки все свои поймут. Пойдемте к цитарям. В наличии многофигурных композиций, повествовательного характера. Считается, что вершина наскального тортчатого эпохи неолита. Ну, самое лучшее творение. от 5 до 9 тысяч лет назад на скальной живописке расположены именно здесь есть там, конечно, покрупнее скопление Петрогольфов в России нет, в Европе, в Азии и подревнее гораздо вот такого, как здесь целые древние комиксы такого точно нигде нет судя по всему, здесь довольно долгий был период дезвойн, катастроф потрясений это и позволило местным людям дорасти до высоты творческого мастерства вот хороший пример коллективная зимняя охота на лосей длинный лыжный след прямо от уступа скалы тянется и три лыжника, вот один второй, третий настигают и бьют трех лосей здесь опять же масса подробностей по обе стороны от лыжни следы от лыжных палок и одновременно счетные знаки все время три повторяются, как раз трое потом один отделился, количество уменьшилось стало два, еще отделился то стал один сбоку от лыжни цепочка следов лосей тоже разделяется, как от лыжных след то есть показано, что целенаправленно по следу преследовали сбоку лосей преследовали натуральную величину это довольно часто так вот следами показывают, что это животное некое условное обозначение и отсюда началась активная фаза охоты разделились и каждый стал своего лося преследовать первый из лука первого подстрелил показываю, амуниция, лук, стрела лыжная палка, копье за поясом лыжа интересная, обе стороны загнутая здесь какой-то задний холк оболк предусмотрен второй центральную волосю холку пронзает в одной руке копье, куда же набалдажник видит в другой веревочная или ременная петля копье за поясом ну и последний, три стрелы в третью выпустил лук, три стрелы здесь такая вот для предела детализированная хорошо понятная не вызывающая каких-то особых разноштений, разнотолков ну, археологов, исследователей специально зимней охоты ну, скорее всего, по-насту то есть только корка потайшего подмороженного снега в конце весны обычно у нас возникает волосы проваливались и люди хрюкан сегали наружу довольно известный способ охота в некоторых новостях на Сибири вполне можно здесь практиковать но здесь довольно странно лучник раненый двумя стрелами в голову, в спину, загнувшись от боли кто его ранил, непонятно, сзади никого только два медвежек следа впереди маленький человек насадил на копье медведя над собой держит но медведь, скорее всего, убитый, потому что лапами вверх стрела из него торчит и к нему тоже маленькие негрежные следы тянутся причем они так тщательно выбиты при косом освещении носят освещение убрать, может, а лучше немного при косом освещении, когда солнце садится конечно, все это гораздо лучше видно видно, что у каждого следа 5 коготков обозначено если кто тут вообще заморочился маленьким камешком сидел, прям вводевал тщательно, старательно вообще здесь видна рука одного художника все старательно, тщательно выбито я бы даже сказал талантливого и в одном направлении ориентировано Гарпунная охота 12 человек с лодки на кита у каждого в руке весло и показывает самый важный, самый кульминационный момент всей охоты когда горпун кита подкнулся, корпус помнит а ремень еще не успел размотаться он вот так вот гармошкой сложен из руки первого человека тянется то ли шапка, то ли волосы показаны, красиво развиваются понятно вот ну тут у каждого показаны какие-то индивидуальные особенности все разные рост, позы, длина то ли гарпунов, то ли веселцы тоже совершенно разные явно какие-то конкретные люди изображены которые хорошо знакомы губевальщику художнику есть версия, что может быть здесь мемориальная запись потому что над ними лодка перевернутая вот лодка характерная кельта вторая часть и она соединена с веслом второго человека ну или он погиб на охоте или может даже все они это же довольно опасное занятие плавать в море искать кита и время от времени какие-то печальные события происходили все же с поморами но тоже схожи в географических условиях субэтнос на берегах в море около тысячи лет назад сформировался примерно тем же занимались но уже на гораздо более, естественно, современно продвинутом уровне и лодки у них получивали, карбасы такая особая конструкция корпуса который, если он замерзал, выдавливал и железные орудия но все равно часто погибали хоть и древние люди подавно ну то есть, возможно, погибшие дорогие для них соплементы здесь будет и под ними охота на медведя большой человек насадил на копье медведя перед собой держит маленький медведь, большой человек тут есть версия, что может быть показано превосходство людей на медведя при помощи размера под ногой след медвежий но тут уже довольно плохо видно может, если тень убрать, помочь человек на снегоступе прошелся, оставив природистый след подошел к дереву и звук расстрелял по нему изображения треугольник внутри заштрихованный внутри линии похрома по краю две короткие линии по мнению Саватеева отожрели подвеска которые на шее или даже их рядом маленькие горпуны охота две лодки, вот одна, на вторую стоите между ними кит от него горпун и ревень тянет, словно изломанный ну и больше тут ничего нет такая маленькая третья группка вот кварц, из которого делали отбойники для убивания Петровиха в стоянках найдены кварцевые отбойники, то есть камень заостренный, сильно битой рабочей частью удобный для держания в руке особенно рядом с бисовыми следками почему-то их там много может какой-то там склад был гранит, есть такая шкала твердости морса твердости минералов кварц 7 единиц гранит 5-6 свержен и попадается в Беломорском районе довольно часто если по берегу Белого моря пройдете то вообще полно этих кварцевых жил, камней можно было не экономить вот с этих двух изображений началась история открытия новой Зелабровки первая лодка 5 сентября, где-то под вечер в 1963 году были найдены ну со слов участников экспедиции сейчас немного прокопали очередной разведочный шурф опять ничего не нашли но долгое время не копали, ничего не находили ну студентка 18 лет не решила там еще зачем-то порыться вечером покрас солнце на косу и вышло еще водой спалило, стало лучше видно и увидела, что точно есть петроглифы тут же подъезжала руководитель экспедиции доложила в Савахиев у остальных позвал, все сюда прибежали увидели, что есть петроглифы закричали ура поняли, что где-то еще под слоями почвы еще должно быть ну что почва около метра был стали раскапывать, расчищать каждой неделе все больше и больше находить но тут же приехали корреспонденты с конца морской правды, газеты ТРУК написали заметные и прямо тут же стали туристы массово сюда ехать то есть еще раскопки ведутся не все петроглифы откопаны уже туристы к археологам пристают покажите петроглифы, проведите экскурсии туда же энтузиазм был научный на разы лучше, чем сейчас много всяких периодических научных было, там наука и жизнь, знания и сила и люди мы интересовались этим комсомолцы субботники в помощь туристам, в помощь археологам клич через газету кинули пожарные пары приезжали бронзбой, там струи мощные защищали и все миром раскапывали лось считается наиболее анатомически точной на золаврове обычно они гораздо более схематичны и прям решил постараться древний художник вот совершенно характерный оборот и горло как в лосях холка копыт раздвойные совершенно лосейные здесь длинные линии тянутся литров пять от уступов скалы но они очень видны возможно это самая древняя карта по мнению всех археологов кто занимался нашими они все считают что здесь изображен отрезок речного пути ну то есть карта реки река была нормальная полноценное море через минуту тебя уже в море вынесло некоторые даже считают что место где мы находимся сейчас вот здесь находится там как раз река вот так вот раздваивается опять соединяется от нее проток отходит там дальше но это не точно лодки какие-то знаки то есть возможны места стоянок охоты переправ что-то вот такое показано условный метод зачатки протока это такие зачатки древние то подрасли пойдемте сюда в чем все остальное где-то вот отсюда начинался слой почвы в который убирали 63 по 68 его не было то есть дольше под открытым небом больше эрозии подверглись хуже видны поэтому приходится более активно подкрашивать легко заполнить старый налоговый 36 полон 63 тут что-то громко два сада оленей выстроенных в цепочку которые сбегаются в одну точку вот этих около 30 штук большой олень плоховато конечно видны пять лет назад подкрашивались подраспылись контуры совсем ну разглядеть можно такие маленькие большие разнокалиберные контурный олень возможно опять недовыбитый позади стада человек с луком со стрелой с палкой может погонщик охотник на них позади стада сцена деторождения ну полное название у Родоникации как бы он первый открыватель этой скалы сцена деторождения у них в стороны расставлены под ним сидит другой профиль с натуральным на площадке три гигантских оленя самые крупные на Залабруге они даже больше натуральной величины северных оленей раза в полтора но северный олень он большой масштаб явно увеличен ну это лодки самые большие вот 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 столбиками у них люди обозначены столбики это не пилы такие а именно столбики вот тоже вот лодка столбиками люди по полу и лодки некоторые наложены прямо на туловище оленей в связи с этим есть версия что может быть изображена охота на оленей во время сезонной эмиграции то есть может быть когда они приправлялись через реку в большинстве люди не подплывали на лодках и с них убивали полечку беззащитности но хотя есть другие версии что они вообще разновременные оленей оленей структура оленей как пошла почти всех угли типа того в подниме композиция из трех составляющих человек он почти не видит рядом знак под знаком змея тут солярный лунарный знак вот таких на онеге много онежские петроглифы считается что они выбивались примерно в тот же период что и наши ну может лет на 200 они постарше люди же с юга двигались и там стоянок больше там больше людей жило и в процентном соотношении там вообще больше части то есть полукруг с ножками круг с какими-то лучами то есть знак под знаком змея рядом человек он плохо заметил лужище руки вниз трех палые опущены ноги вот так раскоречено мне даже так не изобразить носками тут опять же разные версии ну чаще всего называют черный шаман черный вот потому что руки вот якобы царство холода мрака тьма рядом шаманский жезл силам зловещего подземного мира змея это версия наиболее популярная на самом деле мы не знаем может схема самолова капкана ловушек на змей или луна солнце или сумка необычная форма это тоже широкий простор для дома а где солнце луна может подземный мир надземные черта их разделяющие наши ну петрогриху тем интересны что широкий простор для дома есть наиболее вероятные трактовки которые вам излагают но далеко не факт что они единственно возможны из три лыжника самые колоритные на золавруге если даже набрать в гугле в яндексе беломорские петрогрихы картинки то чаще всего они будут уползать их все время фоткают в соцсети на сайты поэтому даже такие наиболее революционные поиски по росту выстроены но есть версия что может быть при помощи роста обозначим возраст то есть то есть самого молодого получается вперед отправили у остальных двоих рюкзакей обратите внимание у этого нет слишком тяжелого лыжню пробивают а лодка здесь зачем они повсюду непонятно может это единая композиция вообще вся скажем Родоникас первооткрывательной скалы что вообще Лобанова когда была озвучила что по ее мнению тут схема устройства приспособления для изготовления лодок они же лодки массово делали ну и неизбежно у них какие-то устройства облегчавшие постройку лебедки стапеля простейшие станки ну это схема чтобы каждый раз не запариваться заново не изобретать пришел посмотрел пошел лодку делать типа вот на отдалении несколько изображений не в характерной стилистике человек положивший руку на голову в туловище две ноги голова на голове рука называют иногда его древний мышлитель какая-то загогоня две точки в древней смайле каркасные лодки это именно лодки странные на они где-то такие попадаются у нас таких почти нет вообще позднее или раньше можно сказать там вот тоже странный олень со спиральной ногой олень одна нога вторая переходит в спираль олень ну может капкан самолов привязь ловушка за ногу поймавшая изображена или два разных символа соединили олень спираль олень-змея что-то в этом роде рядом для лодки он кстати относительно недавно был найден в 2006 году то есть таким интервалом 1936 год с рядом олень в 2006 через 70 лет ну так поздно поскольку был совсем плохо заметен он сейчас подкрашен только по этому имеем возможность разглядеть без подкраски его можно увидеть только с помощью норвежского способа ну собственно он этим методом и был найден нужно накрыться черной пленкой в ясный день солнечный как сейчас она должна быть полностью непроницаемой для света правильно уже скажете и там внутри этой импровизированной палатки в полной темноте немного приподнять полок и возникает косой луч над самой сковой и боковые грани изображения отбрасывают хорошо различимые тени то есть если петрогляд сильно разрушат грани полностью тем не менее становится он хорошо заметен обычно в этот момент сразу контур мелом оходит и потом внутри мелом контур покрашивают так собственно подкраски это сама Надежда Валентиновна которая вот его и открыла она здесь на этом квадрате около ста новых изображений нашла в 2006 в остальные совсем не подкрасывают Алина это один из ее любимых Петровна сама его подкрашивает А в Нармегии и Финляндии тоже получается на родительском ремонт да? в Финляндии там небольшая описаница на берегу озера Санни там такие совсем корявые изображения все молодые всего 3000 3000 лет ну а в Норвегии там да действительно одно из крупнейших изображений скоплений на северо-захаде Альта там около 6000 изображений там разновозрастные просто как бы они образуют единый комплекс там часть периода неолита ну большая часть там джи-фанёк довольно около бухты крупные скопления они по всей Европе сосредоточены больше всего конечно в южной до туда ледник не доходил и там люди с незапамятных времен селились что-то там выбивали и в пещерах и на каких-то поверхностях причем самые древние опять же в Европе древние именно древность которых подтверждена хорошо они как в Пальде со штукчика объявили что недавно вот всяких вот вот скажем пещера Шаве во Франции нарисована органика изображения в 2001 году она найдена там изображением около 40 тысяч лет ну пещера Шаве опять же выглядит очень много информации даже в русскоязычном когда сбрасывают воду с галамар-канала ну как правило после длительных дождей когда уровень канала достигает каких-то критических отметок и лишних сбрасывают ну через те створки про которые говорил там пять штук створок там над ними П-образный кран он нарежен он предназначен для поднятия створок сброса воды и вода уходит по этим всем протокам их уровень сильно поднимается метр на два там тоже протоки через которые вышли сильно переполняются и вот становится понятно как оно здесь было сейчас тысяч лет назад здесь здоровенный барок возникает сильно шумящий вот где скала вниз уходит причем шум такой там уже друг другу навык откричать чтобы кто-то слышать напор мощный заходишь по колено сразу чувствовать себя от тебя уносят в таких условиях древние люди жили в таких условиях постоянный шум воды сильное течение здесь довольно непростые течения вот это еще до тридцатых годов даже подходит пока не стало до протока части Беломорсканала охота на медведя вот это можно присмотреться в туловище шею голова ноги с одной стороны из луков в спину расстреливают луптики с другой стороны пронзает копьем живот потом полупросевшие от медведя три пары следов отходят они тут еще длинную цепочку переходят она почти не верна к сожалению давно тоже не покрашивалась тут водосбросы периодически происходят и краска смывает но тут скорее всего опять развитие во времени показывают сюжета медведь бежал потом перешел на шаг замедлился для того чтобы было потеря крови и ослабленного медведя кофе на живот впереди человек добился облавляя может охота медведя досаждали медведя здесь охота на листых животных маленький человек с чем-то в руке от него в разные стороны разбегаются животные на 8 штук ну тут возможно лося потому что с бородками хотя лосям не свойственно в одном стаде композит который разрушил железное изгородие гарпунная охота на кита со множеством лодок ну тут еще более-менее нормальная сохранность можно по крайней мере понять что здесь кит от него тянутся гарпунные ремни к лодкам которые находятся вокруг него то есть 6 тысяч лет назад явно получил то есть гораздо больше их было значит не 4 тысячи как вот сейчас общее количество отдельных изображений давоморских петров может вообще десятки тысяч было то есть где-то может еще под слоем почвы ждут своего часа своего исследователя здесь же начали раскапывать именно на этом месте потому что тут был песчаный карьер отсюда брали песок для нужд гидростроительства ну и дорога вот по которой вышли в 60-е годы где насыпали возвышается над религиозом явно рукотворно то есть здесь просто было удобное место для поисков здесь вероятно что по бывшему берегу реки еще что-то есть ну сейчас кстати никто-нибудь заворачивается большой объем работы то есть нанимать людей нанимать тратиться за деньги где-то за свои деньги средства брать открытую лист разрешение на проведение таких работ такие работы только в советское время были возможны ну как сами археологи говорят в золотое время археологи археологи самая странная многофигурная композиция у нее даже есть свое собственное название цена похищения и наказания считается что один вот этот человек вот такой он довольно корявый кто-то у этих трех похитил длинных людей и они вот это покарали из лука двумя стрянами в шею и в спину голова шея на шее выросла туловище нога рука от нее тянется ремень к сумке который вот там головой держит вот такой корзинообразный предмет с похищенным ну что он мог похитить не совсем ясно сзади них рыба семга может семгу еще раньше она здесь масса свободилась во все эти протоки на нере заходила подымалась через все эти пороги перекаты подымалась выше там нет подымалась в стадо оленей убил шесть штук оленей ну или семья в группу второго оленя большие рога в форме лодки типичная лодка киллет на собача с выступить то есть такой вот странный олень и одновременно лодка даже иногда его называют древний олень-трансформер убегал и плавал это тоже аверсия туристу заполнил особенного добрый олень-спасатель видите кто-то тонет в лодке на голове по полу здесь вообще масса странных деталей контуры туловища людей удлинены удлинены непропорционально задержали один и два первого две сумки на поясе все садены между собой на уровне головы на уровне пояса ну и позади точнее поднимались лыжники с лыжными палками на лыжах тут человек что-то поднес к лицу и спронзает копьем заднюю часть колени уже люди вот все кто-то похожий это такая вот насыщенная многофигурная композиция тут вообще смело можно любую версту чтобы было много свободного времени а тут же подойдет по крайней мере четырех вот стоят ну вряд ли они вообще разделялись в сознании бытовое магическое что-то даже не было в помине современного мышления то есть самолетоксию атеизму научного мышления естественно люди все объясняли какими-то магическими причинами как бытовое магическое для них как-то вряд ли сильно отличалось ну пойдемте последний покажу есть опять же гарпун и охота на какого-то большого кита я заговорил что во всех сюжетах охота на белуху вот здесь очертания явно побольше чем остальных композициях и при этом еще кит за собой как бы тащит лодки вот они все позади него то есть движение их за собой увлекает то есть может быть это даже большой кит не белуха то есть возможно сюда заплывали ну в принципе тогда уровень Белого моря был повыше немного а люди куда-то далеко плавали вот еще интересная особенность когда вот эта лужа переполняется то вода стекает прямо по этой композиции по киту и создается иллюзия как будто он плывет против течения то есть получается целенаправленно в этом месте выбили чтобы такой эффект создавался то есть какой-то у них такое свое древнее 3d судя по всему анимация ну то есть как видите рельеф за лавруги за шесть тысяч лет тут особо сильно не поменялся так же как и сейчас точно тоже были ну сейчас их по суше и там все переполнены естественно вон в общем около десяти тысяч лет наклон скалы такой же был так же как и мы ходили люди чтобы друг другу объясняли показывали петрографы для этого предназначены передачи какой-то информации друг другу то есть кое-какие моменты судя по всему не меняется с челятина ну в принципе все основное показал если есть еще какие-то вопросы так спрашивайте то что-то осталось еще не ясным а вот эти бесовые следы вы сказали в городе у человека 30 рублей билет взять и туда ну естественно без экскурсии просто зайдете посмотрите там открыто да? 21 мая было открыто приезжал а есть какая-то история происхождения этих бесовых следков? ну или о чем они какие версии? ну там сложных насыщенных композиций как и здесь нет считается вообще что начальный этап развития наскального творчества происходил вот там на сухом русле поэтому там более примитивные простые изображения вот там самая главная фигура бес он величину почти метра просто покажу на магнитах вот есть большая пятерня фалос ступня и от него по краю скалы тянутся 8 следов такие примерно 37 размер поэтому назван бесов следки что он как будто над всеми доминирует и попозже всех любит некоторые следы там придавливают изображения ну а остальные изображения там просто лодки люди и лоси там еще выделяется два лебедя крупных тоже километра а вот этот бес он с онежским бесом похож или нет лучше ну ледевский когда открыл считал что есть какая-то взаимосвязь поэтому называл бесовы следки хотя местные жители называли чертовы следы люди которые здесь там жили явно общались плавали друг другу мне интересно сами изображения схематично на скале бесов нос здесь есть совсем небольшая правда одна группа с горпунной охотой здесь такое же как здесь охота на белуху здесь вот сюда прыгнул там выбил в той же стилистике совершенно здесь остальное все ну отличается люди кое-что в той же стилистике люди полуприсевшие в профиле лодки отличаются в виде линии показаны и сама тематика все сюжета там другая более мистическая много каких-то полулюдей полуживотных странных сексуальных цен довольно тоже немало ну есть еще севернее от нас тоже на таком же расстоянии как метров вот там гораздо больше похожих лодки точно такой же стилистики как наши единственное что люди там отличаются почти все лодки с саннегарфонового промысла такие же примерно то есть люди туда туда плавали довольно часто где-то все общались не было никаких проблем обычных что понятно спасибо большое спасибо спасибо очень интересно спасибо 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 спасибо